доброе доброе утро доброе душевное утро я прошу прощения за задержку к сожалению тут нужно было мне малышей уложить прошу прощения мы сегодня с вами очень оперативненько уложимся будем вставать сегодня максимально активными максимально вовлеченными потому что нас сегодня с вами ждет одна очень удивительная история и она просто удивительнейшая девушка знаете когда мы брали у нее интервью на семинаре тони роббинса и она рассказывала свою историю я знаю там девочки просто были очень тронуты там да и потом писали как как нам найти эту сашеньку которая так красиво этом рассказывала которая так вдохновила всех и на самом деле нам очень очень повезло потому что наша сегодняшняя гостья помимо того что мне кажется она знает о здоровье и такому очень любящим спортивном таком режиме да как создавать такую фигуру мечты знает практически все на вдохновение для огромного количества девушек она является также мотивационным спикером и фитнесом коучем и сейчас она находится в таком периоде жизни это понимаешь что она покоряет америку да и буквально сегодня и вообще эти дни по моему сегодня заканчивается семинар тони роббинса раскрость и скрытый потенциал в лос-анджелесе где она была в команде организаторов там до волонтеров игры это был тоже для нее новый опыт тем более четыре дня проведенных лос-анджелесе в общем у нас есть с вами уникальнейшая возможность почувствовать эту энергию на себе сашенька сейчас мы тебя будем добавлять давайте как всегда мои дорогие сердечки чтобы почувствовать как у нас здесь хорошо уютно и как меня здесь все очень ждут сашенька привет 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 как меня видно отлично добро пожаловать в нашу душевную тусовку доброе утро всем привет доброе утро а у сашеньки уже ночь поэтому нам нужно скоро спать я уверена что у нее наверняка есть такой свой режим бьюти-слип сон красоты ой ты знаешь у меня как кстати тренинг закончился вчера не сегодня вчера был последний день а это было такие насыщенные четыре дня что да я очень хочу просто выспаться вот могу кстати рассказать если интересно я думаю отлично мне очень интересно кому еще интересно узнать что пережила саша за эти четыре дня на семинаре раскроется скрытый потенциал тони роббинса в качестве волонтера еще в качестве волонтера что же до этого была участница да теперь у тебя такой совершенно новый опыт а кому в общем интересно ставьте плюсики вот мне лично очень интересно поэтому сашенька расскажи как как это было как там то не прекрасно цветет и пахнет не меняется такое чувство что он просто себя заморозил а вот значит отправила я анкету где-то за два месяца до начала семинара меня сразу же утвердили отправляла я анкету там получается чтобы быть волонтером тебе необходимо показать билеты с предыдущих семинаров только тогда ты можешь стать участником потому что очень многие думают что волонтерить можно не побывав на его семинарах это не так то есть изначально нужно побывать на семинаре потом можно волонтерить я показала свои билеты и выбрала позицию на которой хотела бы быть то есть эта позиция ашер помогать в зале рассаживать людей но так как при заполнении анкеты я указала что у меня высшее образование диетолога со мной связались значит и говорят мы хотим чтобы вы были у нас в медикал крю то есть чтобы вы у нас были медсестрой ого ты представляешь вот в общем согласилась я на эту должность со страхом со своим в итоге я безумно счастлива потому что это казалось самая крутая позиция вот это самые неприкосновенные волонтеры единственные кто ходят в белых футболках волонтеры которые да которые спасают людей как вот мы там после огнехождения помогали людям справиться с такими маленькими ожогами да если ты знаешь там после огнехождения иногда у людей могут быть волдыри в общем мы им помогали и очень были разные ситуации шок контент да вот в общем было очень интересно очень интересно и участников было заявлен вот они заявляют что было 15 тысяч участников волонтеров было 700 человек и все волонтеры занимались своими все всех была своя позиция но мне очень понравилось быть в медперсонале и оказывается в медперсонал невозможно попасть я познакомилась с волонтером который уже на протяжении ой сколько у него тридцать восемь тридцать восемь раз он был волонтером антони роббинс и он говорит меня не берут не берут medical crew а ты попала оказывается туда берут только с высшим образованием вот было очень интересно было очень насыщенно и было сложно то есть сложно когда ты участник но когда ты волонтер это еще сложнее потому что ты начинаешь до медперсонал он вообще заканчивает самый последний потому что ну не дай бог кому-то станет плохо а вот особенно в день огнехождения мы закончили пол третьего ночи а уже на следующий день всем утра нужно было быть опять на площадке вот но ничего мы параллельно знаем что мы мы могли слушать тонни роббинса и параллельно могли заряжаться у нас была энергия а вот что хочу отметить нас кормили нас поили последний день мастер ко а кто не знает привет девочки кто не знает мастер ко это гуру тонни роббинса по энергиям а вот он давал для нас волонтеров личный коучинг он рассказывал как нам восстановиться как нам энергетически себя защищать а как наполняться энергии в общем очень интересно очень спасибо тебе огромное за такую инсайдерскую информацию вообще ничего не скрываешь и прям все как есть так и прям это очень-очень круто вот знаешь вот ты говоришь что были ожоги вот честно говоря про меня это всегда прям знаешь вот ну немножко страшит да потому что вот как думаешь вообще почему такие ожоги случаются у людей потому что тут как бы люди идут в таком доверии по углям и мы в сингапуре нас просто было бывали тоже несколько случаев ожогов то есть ничего критичного там да то есть ничего критичного обожжешься чуть-чуть как бы там кожа да такая то есть но все равно то есть ну вот как же вот так вот почему некоторые проходят вообще не обжигаются да там они там по три раза и говорят ой первый раз был вообще ничего не заметил и бегут второй раз третий раз вот а как же так получается что вот кто-то взял и обжог с как думаешь чем это связано связано это с тем что человек не входит в состояние нужно войти правильное состояние настроить себя когда ты себя настраиваешь тогда ты можешь и по углям пройти без ожогов и по стеклу пройти люди просто неправильно себя настраивают вот был случай девушка она первый раз прошла по углям совершенно без того настроя нужно себя вести в это определенное состояние тони робинс это мучает он рассказывает там стоят волонтеры которые тебя тоже мотивируют как правильно вот идти по углям о чем нужно думать сконцентрироваться и вот была девушка о гил да поэтому очень важно сконцентрироваться вот была девушка которая первая прошла не сконцентрирована она сама об этом сказала и она обожглась но она она решила пройти второй раз и второй раз она прошла она где ничего даже не почувствовала потому что она смогла себе ввести вот в это вот состояние когда вот голове ее цель и неважно что там внизу она этого не чувствует то есть это все вот здесь на самом деле это же также с этими ожогами получается вот насколько все зависит от нашего состояния даже физика получается обожжешься как раз обсуждали от нашего состояния зависит все кстати тоже обсуждали с коучем евгении агарковой и мы как раз таки тоже обсуждали что в наше время у нас нет недостатка в информации нет недостатка каких-то знаний у нас все это есть и все это скоро будет заменено искусственным интеллектом единственное что вообще еще остается и что никогда не заметил реально вот это состояние видеть как это состояние вот действительно зависит практически все сашенька а вот расскажи пожалуйста может какие-то инсайты ты получила сейчас в этой роли что-то может быть по-новому услышала что-то по-новому открыла для себя ну я это мой не первый тренинг да и вообще вообще не первый тренинг в жизни и мое не первое днехождение уже четвертое днехождение вот я до этого в Украине проходила у Ицхака Пиндасевича потом у Тони Робинса вот сказать так чтобы я что-то прям там познала с тренинга Тони Робинса не могу сказать потому что все-таки мне приходилось там работать а не принимать участие как именно участник но могу отметить что я не не ожидала что командная работа может быть вот настолько я просто всегда думала что я не командный игрок а благодаря этому волонтерству поняла как классно уметь делегировать это кстати была одна из моих вот задач научиться делегировать и вот вот на этом тренинге моя проработка была научиться делегировать научиться доверять своим со правильно сказать со волонтерам потому что нас в medical crew было всего лишь 17 человек да то есть из 700 волонтеров они взяли только 17 в медперсонал и то есть вот такая вот командная работа вот у меня вот так вот вот это наверное моя самая такая главная проработка этого мероприятия поняла а вот скажи пожалуйста еще вот просто про себя немножко да я вообще хотела сказать конечно мы так сразу спрыгнули я так сразу с Тони Робинсом залетела да я помню еще немножко про тебя потому что у тебя такая удивительная история ты получается родом из Украины правильно? я родилась в Киеве да я родилась в Киеве у меня первое образование переводчики итальянского языка потом английского я получила второе высшее образование спортивный диетолог плюс у меня сертификат по тренерству ой у меня такая история господи я очень долго работала на телевидении когда-то 8 лет назад я победила в первом сезоне холостяка холостяк Украины ты наверное не в курсе Катя да нет я не в курсе а вот теперь ты знаешь да а то ты победила в холостяке тебя выбрал холостяк холостяк да 8 лет назад в Украине проходил холостяк это был первый сезон и холостяк был из Америки то есть украинец который уехал в Америку и в общем да я победила в этом шоу и собственно как я первый раз попала в Америку где я сейчас нахожусь это я к нему после шоу поехала замуж выходить да у нас было все по-настоящему ух ты так у нас не сложилось я вернулась в Украину и продолжила свою деятельность на телевидении я работала на нескольких каналах работала в утреннем шоу в прямом эфире два года также брала интервью у разных звезд украинской российской эстрады вот а потом прошла тренинги Цхака Пентасевича и поняла что моя миссия и мое призвание помогать помогать не просто людям а помогать женщинам и девушкам становиться лучше красивее потому что мало я конечно кому рассказываю но откровенный разговор я после холостяка впала в большую депрессию Кать на самом деле об этом мало кто знает я впала в жуткую депрессию из которой выходила наверное год и эта депрессия она была связана с тем что я не была готова к тому кто и обрушився обрушившаяся на меня а-ля славы и и эта слава была знаешь ну я не была готова к тому большому количеству негатива и я очень много в общем негатива по отношению к тебе да 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 негатива по отношению ко мне ты знаешь ты знаешь выиграла это еще не значит победила это еще не значит очень много людей меня не полюбила очень много очень очень много было негатива в мою сторону прям столько негатива обрушилась ой в общем да мне это очень знакомо резонирует потому что я смогу прям тебе очень так смело пожать руку потому что я тоже с этим столкнулась я конечно не стала там какой-то популярный но я испытала негатив на как раз здесь с Тони Робинсом после того как он приехал первого сентября когда там да показывали в Россию да в Москву да что вот там это там приехал такой американец нас там учить там жизни посмотрите то вот она там привезла и сделала так что там люди отдали свои деньги а им ничего такого не сказали там просто все попрыгали и потанцевали поэтому мне это очень знакомо очень резонирует я просто думаю почему вот почему к тебе думаешь возник негатив ты когда потом уже я я прекрасно это понимаю ладно уже делюсь так делюсь это было первое шоу и в нем в контракте холостяку холостяка не было пункта в контракте что он должен согласовать свой выбор с телеканалом я никак по своему образу и подобию не подходила на победительницу первого шоу они хотели сделать сказку и та девушка которая была со мной финале вот как бы по их идее и задумке должна была победить но поскольку Максим Чмирковский тот холостяк с которым с которым ну который был первым холостяком поскольку у нас искренне по-настоящему по-честному возникли чувства и он искренне меня выбрал ну как бы а канал этого не хотел и канал потом в итоге это шоу показал то есть меня таким злом показали эту девочку показали добром но вот кто смотрел это шоу а вот я вижу да вот это место были две финалисты люди разделились да люди разделились но большинство поддерживало вторую девочку потому что она была полненькая аля из бедной семьи а я такая знаешь всегда была отличица все там киевлянка образование учиться я еще тогда рассказывала вот если хочешь встретить принца то должна сама стать принцессой и люди меня за это не взлюбили что вот что она там себе вздумала да нет сказка существует и когда он выбрал меня люди такие о боже мой конечно сказки не существует вот он эту сучку выбрал да 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 и ты знаешь я сейчас я бы совершенно на это отреагировала иначе но тогда в 22 года я я так это переживала потому что я знала что я хорошая не сделал ничего плохого а люди меня не любят и тогда только вот начали развиваться соцсети мне каждый день присылали сообщения ты такая сякая а ты там то ты там все мне звонили домой угрожали это было первое шоу в украине вообще на украинском телевидении которая вообще о любви и первый холостяк его смотрели все каждая собака понимаешь я здесь в америке иду на педикюр мне девочка делает педикюр русская такая ты мне так одну девушку напоминаешь да ты мне сашу из холостяка напоминаешь это я в общем меня везде смотрели они все это шоу притом его крутили на украинском телевидении три раза и буквально этим этим летом его повторяли опять вот и да после этого холостяка у меня было был такой период могу в этом признаться период когда вот я перестала себя любить и я стала очень плохо питаться я стала злоупотреблять и алкоголем и начала покуривать сигареты и в общем ну полная значит такое было деструктивное состояние и вот тогда мне помог и цхак пентасевич я попала на его тренинг на то время назывался путь бабочки сейчас называется создатель игры я безумно благодарна этому человеку потому что вот он стал моим спасательным кругом благодаря тому тренингу а кстати тренинг же слизанный с тони роббинса и он этого не скрывает он давай не скрывает хочу заметить благодаря этому тренингу я вдруг поняла а я же могу а я же классно да мне вообще все равно любят они меня или не любят главное как я к себе отношусь и я начала трансформировать себя я начала обучаться я начала ходить на другие тренинги я пошла учиться на диетолога я закончила курсы по фитнесу и начала создавать свои такие девичники назвала шульгина девичник где сама выступала как спикер рассказывала свою историю то есть чем я столкнулась потому что я в тот период депрессии я даже попала в больницу и мне был поставлен страшный диагноз и все это была психосоматика понятное дело и все это шло изначально от нелюбви к себе поэтому вот сейчас все мои программы они они да они о питании не о фитнесе но изначально я всегда прорабатываю со своими клиентами клиентками любовь и принятие себя потому что это фундамент это то основное что необходимо каждой женщине любить себя принимать себя и только тогда у нее будет во всех других сферах все хорошо вот я на самом деле знаю как это непросто и буквально у меня самой свяжите воспоминания когда ты думаешь ну вот почему я такая неужели я кому-то причинила зла или вреда я с любовью отношусь к людям ну вот почему я тебя очень хорошо понимаю и прям я всем сердцем с тобой тебя очень чувствую вот мне очень прям интересно сейчас когда прошел этот период когда ты сейчас помогаешь уже другим женщинам возможно там да кто оказался в подобных ситуациях когда ты вот уже действительно смогла превратить этот опыт и я так понимаю что ты смогла его принять уже даже с благодарностью потому что очень благодарна вот такую Сашу которую мы видим сейчас очень да я просто представляю когда там вот эта боль получается расставание там да когда наверняка там еще все следили как там что да да именно да и вот знаешь Сашенька мне прям очень интересно вот если кто-то сейчас в такой ситуации да вот такого кризиса депрессии боли болезни может быть ты говоришь да даже начинаются действительно когда запускаем такой режим саморазрушения подтягивается все получается действительно организм мы вот сами считаете какая сила мысли насколько это важно что можем себе как расправить крылья да и вообще да да но с этой же силой мы можем точно так же и организм направить на саморазрушение здесь просто нельзя недооценивать там верите вы не верите там да в это но как бы факт остается фактом мы для себя вот можем быть как целителем так и вот полностью привести себя абсолютно нездоровое нересурсное состояние да какой бы ты сейчас дала совет может быть тем кто сейчас через это проходит может быть нечто подобное может не в таком как бы да вот большом не в таком объеме объеме но что бы ты посоветовала ну во первых я создала свой марафон который называется новая я он у меня сейчас вот стартует двадцатого числа мест правда уже нет но возможно я запущу следующий через какое-то время поэтому пусть девочки подписывают следят маленькая реклама вот здесь у нас ссылочка на сашеньку а да 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 там как раз писали где ссылочка вот а от себя могу сказать следующее что все болезни неважно это это перелом ноги или это насморк все не просто так это все психосоматика это не проработанные какие-то чувства которые мы в себе подавляем злость ненависть там ревность непринятие себя это все выплывает в болезнях это сто процентов а я об этом много рассказываю на своих семинарах на своих семинарах на марафоне вот что очень важно это начать любить и принимать себя я могу дать несколько техник которыми сама пользуюсь и которые мне очень помогли да вот есть такой фильм с муравьевой Москва а не самая красивая да самая привлекательная обаятельная когда она себе в отражении в зеркале говорила комплименты так вот вот как раз пишет марафон очень крутой да так вот я хочу сказать что если находишься в таком состоянии когда все не клеится не получается не идет начни с того что просто начни любить себя каждое утро стоя перед зеркалом вот 10 минут посвящай тому что люби себя говори себе комплименты я знаю что для очень девушек это сложный сложная задача стоять и в отражении себе говорить ой я так люблю свои ноги я так люблю свои растяжки на попе я люблю свой живот я люблю даже если там он толстый жирный но это нужно делать это нужно делать ежедневно ежедневно нужно себя любить в отражении и нужно себя хвалить то есть ежедневно 10 минут нужно уделять технике которая называется зеркало это общение с самой собой это зеркало в которое смотришь да и ты себе делаешь комплименты ты себя хвалишь то есть ты себя таким образом принимаешь мало того я еще делаю такую штуку я себе постоянно в зеркало говорю я красивая здоровая 25-летняя девушка то есть я программирую себя и свое тело свой мозг и свою биохимию и физиологию на то что мне 25 лет мне 25 лет и это работает больше лет мне 31 смотри какой лайфхак девочки кому понравилось прям представляете это очень-очень интересно как можно себя запрограммировать да как ты стоишь говоришь себе комплименты даже можно запрограммировать себя на возраст ну кстати я бы дала наверное больше 25 действительно хорошо программирование работает девочки кому отзывается кому это интересно программирование и комплименты самой себе в отражении у меня девушки в марафоне это делают и поначалу очень сложно некоторые даже со слезами стоят перед зеркалом потому что стоять нужно в нижнем белье и очень многим тяжело хвалить себя делать комплименты когда они видят что они не идеальны а я хочу сказать следующее мы все не идеальны мы все не идеальны не симметричны не идеальны но когда мы себя принимаем такими какие мы есть когда мы себя любим такими какие мы есть вот нас принимают все остальные и нас любят все остальные да потому что нас любят за нашу уверенность пишут я тоже так делаю вот и это первый совет второй совет это аффирмации ну вы наверное знаете то есть ежедневно проговаривать себе аффирмации что я живу в сказке со мной случаются волшебства люди которых я встречаю ангелы они помогают мне я встречаю нужных важных людей я каждый день себе это говорю и это работает Катя это на сто процентов работает когда ты каждый день это проговариваешь это работает и третье наверняка и в жизни везде встречаются чудеса потому что изначально себя так настраиваешь и ты по сути уже везде во всем мне кажется кто-то может там выйти и видеть как там все сложно как там мир несправедлив как там я не знаю какой-то негатив provisit и в голове для тебя такие мысли а то представляете какая крутая настройка . Striker что ты красиво что ты красиво даже там с кривыми зубами что ты красиво даже там с носом на котором горбинка ты красиво ты себя принимаешь тебя природа сделала такой ты красиво и это любишь ты это принимаешь и поверьте это примут все остальные Дальше ты делаешь себе аффирмации на день. У меня каждый день я живу в сказке, я встречаю волшебных людей, меня окружают ангелы, и так и происходит. Опять-таки, на чем фокусируемся, то и получаем. Если мы считаем, что жизнь говно, значит, она будет говно. Если мы считаем, что жизнь сказка, значит, она сказка. Если мы верим в то, что мужики-козлы изменяют и нет хороших, соответственно, их нет, они козлы, они изменяют. Если мы верим в то, что мужчины классные, верные, то нас такие окружают. Мы имеем то, во что мы верим. Все элементарно просто. Об этом говорит Джо Диспенза, всеобожающий Джо Диспенза, и в июне месяце собираюсь здесь, в Америке, поехать на его семинар. Еще третий пункт у тебя есть, только будет еще третий. Да, вот, да, понятно, что вот это все, это такие настройки, более такие ментальные вещи, которые особо не, все равно как бы так не ощутишь. А вот третий мой совет, вот плохо тебе, депрессия, апатия, вот, не знаю, хочется плакать, меняй физиологию. Меняя физиологию, ты меняешь психологию. Иди в спортзал, вот как хочешь. Иди в спортзал или в бассейн, или на танцы, или просто по парку, начинай бегать, начинай прыгать, начинай разгонять энергию. Вот это очень и очень сильно меняет наше внутреннее состояние. Физиология, изменение физиологии меняет на изменение нашей психологии. То есть, когда мы начинаем прыгать, двигаться, активно действовать, у нас меняются биохимические процессы в организме. Кстати, Тони Роббинс об этом тоже много рассказывает. Не просто так его тренинги называют самой дорогой дискотекой в мире. Это не просто дискотека. Это мы таким образом уякоряем вот свое позитивное состояние. Таким образом мы меняем свою физиологию, меняем психологию. Вот, и зал очень помогает. Я, ты знаешь, я вот в Америке, вообще у меня в Америке, как приехала, случились страшные вещи. Я потеряла двух близких людей, которые живут в Киеве. У меня за полгода умер дедушка, а потом умерла бабушка. Это, ну, бабушка была мой самый родной, близкий человек, и человек, который на самом деле меня вырастил, сделал такой, какая я есть. И, ты знаешь, я первые три дня лежала в кровати, я не вставала. Я плакала. Мне было настолько плохо, мне казалось, мир остановился. Но я сказала себе, нет, Саша, ты должна действовать. И я пошла в зал. Я просто каждый день ходила в зал. Я бегала по дорожке, ехала на велосипеде, я прыгала на скакалке. И, ты знаешь, меня это спасло. Вот честно, ребята, спорт, вот активность, она спасает. До сих пор сложно. Я до сих пор не могу осознать, поверить, что это произошло. Но, когда вот мне плохо, я иду в спортзал. И это очень помогает изменить то, что вот здесь, вот здесь. Сашенька, спасибо тебе огромное за эти три шага и за твои такие жизненные примеры, за откровенность. Вот прям мне очень-очень отзывается. Вот кому это было полезно, вот прям кто хочет такой, знаете, прям любовь послать Сашеньке, прям поставьте, пожалуйста, сердечки. Мне кажется, очень бесценно то, что вообще Сашенька делится. И причем видно, что это ей пришло не просто так, потому что она от книжки прочитала, потому что она реально это прожила. И это, можно сказать, то, что ее вытащило из такого, можно сказать, самоуничтожения. И это чувствуется, что ты это действительно прожила из очень прям глубокой. А я до сих пор проживаю. Вот у меня в жизни было два сложных периода. Первый – это после холостяка, а второй – это бабушка. И, честно, Катя, до сих пор сложно, до сих пор каждый день я с тобой работаю. Я пишу письма, в которых выписываю все эти чувства, которые я ощущаю. Это много техник, которыми я делюсь на своем марафоне. Я работаю со своим подсознанием. Я каждый вечер медитирую. Я каждое утро делаю прайминг Тони Роббинса. Я настраиваю себя на любовь, на благодарность. И я благодарю за холостяк, который в то время принес мне жуткую депрессию, но в итоге сейчас подарил меня новую. То есть я понимаю, что вот… Что тоже хочу сказать, что все плохое, что с вами происходит, даже смерть близкого человека, даже вот предательство, измена мужа, неважно, у вас уволись с работы. Да, это сейчас больно, но через какое-то время вы все поймете, что это было для чего-то. Это вас выводит на новый уровень. После каждого падения всегда будет взлет. Вот. Главное это понимать, не опускать руки, да, потому что есть два варианта, да, лечь просто и ничего не делать. Второй вариант – выходить из этого состояния, двигаться все равно дальше. И все будет обязательно. После каждого падения обязательно будет взлет. И я же говорю, когда мне плохо, вот я иду в зал, я меняю физиологию. Можно не идти в зал, господи, просто минуту прыгать, вот просто прыгать. Это уже вы меняете свою физиологию. Это уже вы запускаете другие биохимические реакции в вашем организме. Все настолько элементарно, и вообще в жизни все очень просто. Просто. Вот чего ты хочешь, проси у Вселенной. Еще вот мне, знаешь, что нравится? Катюша, ты не закрепила тему там, что ты написали. Давайте. Это у меня уже все, кто знает, что я обычно... Я вот хочу... Хайтак тебя заслушала, что даже забыла тему закрепить. Давай. Хочу еще один совет дать. Давай, как жить жизнью мечты. Давай. Как жить жизнью мечты. Да. Как жизнью мечты жить. Во-первых, ничего не бояться. Да, во-первых, ничего не бояться. Вот просто брать и делать. Вот хочешь, делай. Выходить из зоны комфорта. Не бояться просить помощи. Вот я, кстати... Ты знаешь, как мы с твоим мужем познакомились на Date of Destiny? Да, первый раз. Вот в декабре месяце я к нему подошла. И я думаю, так, надо познакомиться. Я вас знаю, все, думаю, надо познакомиться. А страшно, Катя, мне страшно было подходить? Я честно говорю. Я такая подхожу, здравствуйте. Меня зовут... В общем, мы так разговорились к тому, что не бойтесь знакомиться, приобретать новые знакомства. Не бойтесь выходить из зоны комфорта. Это так классно, это так круто, это так кайфово. Я сразу вот Гилу сказала, какой у меня запрос, что мне нужно. Это очень важно. Вот да, да, нет, нет, нет. Я попросила, грубо говоря, помощи. И он мне сразу, вот, пожалуйста, вот человек тебе может помочь. Я к нему очень за это благодарна. Гил, thank you so much. Да, он мне очень, он мне очень, да, меня познакомил там с человеком, который дальше, дальше мне помог. И, в общем, да, и просто не бояться. Просто идти, действовать. Просить о помощи, потому что, мне кажется, действительно, многие из нас, когда наступает такой момент, конечно, можно попросить, когда нам не особо нужно. Но когда реально мы понимаем искренне, что нам нужна помощь, вот, даже у меня бывает, на самом деле, вот о чем-то таком сокровенном не так легко просить, а тем более вообще незнакомого человека, например, как в случае с Гилом, да, ты, например, его знаешь, но он тебя еще не знает, да, а ты тут такая вот... Вообще ни сном, ни духом, кто это. Да, и просишь. Вот скажи, пожалуйста, мне очень интересно вообще, как ты вот это преодолела? Кому еще тоже этот вопрос актуален? Как просить вот правильно? Как делать это такое, может, над собой усилие? И вообще надо ли? Почему люди, в частности девушки, не просят помощи? Потому что боятся получить отказ, да? Поэтому не просят. Ой, он, наверное, мне откажет. Ой, наверное, это как-то неудобно будет выглядеть. Неудобно заниматься, да, как говорят, извините, сексом на потолке, одеяло падает. Вот это неудобно, что обо мне подумают? А вдруг мне откажут? Это нужно убрать из своей головы. лимитов нет, барьеров нет. Хочешь, бери и делай. Пришел, увидел, победил. Вот только так работает. Если ты хочешь чего-то добиться в этой жизни, ну, значит, нужно научиться делать то, что тебе непривычно. То есть выходить из зоны комфорта. То есть понять, вот есть еще такая вещь, как вот в то, что я верю. Жизнь – это игра. Для меня жизнь – это игра. И ты можешь быть игроком, то есть играть по чьим-то правилам, а можешь быть создателем этой игры. Мне нравится быть создателем игры. И я себе так, знаешь, вот когда мне сложно, вот Гиллу сложно мне было подойти, я думаю, ну, представим себе так, что это мультик, я такой Марио, я себе, я себе честно так представляю, я Марио, который хочет перейти на новый уровень. Ну, подумаешь, не перейду, сгорит жизнь, ну, а я же потом обратно смогу пробовать. То есть я себе думаю, была не... Я честно, я себя постоянно с этим... Помните это Марио? Наверное, те, кто молодые, не помнят, а те, кто вот родились, как я, в 80-х, в 90-х, наверное, помнят. Вот я Марио, я думаю, ну, с меня же не упадет. Ну, скажут мне нет и нет. Ну, так и будет. То есть не нужно бояться нет. Ты лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано, да? Тем более, когда у тебя благие намерения, когда... Почему не попросить помощь? Почему не подойти и не поинтересоваться? А на самом деле, наверное, в 90% люди тебе помогут, люди откликнутся, люди будут приветливые. Вот. Просто нужно себя настраивать, что все будет хорошо, ничего страшного в этом нет. вот я подойду и спрошу. Да, да, нет. Я прям хочу зафиксировать. Мне кажется, очень крутой лайфхак. То есть в следующий раз, когда будет какая-то дискомфортная ситуация, когда нужно будет там вот сделать этот шаг, например, видим человека, который реально нам может помочь, там, да, или просто человек, даже там девушка, там, или мужчина, незнакомый, там, или просто какая-то возможность, нужно там какой-то звонок неудобный сделать, то очень крутой вам сейчас якорёк Саша мне подожает. Она говорит, мы иногда, почему не действуем, потому что воспринимаем слишком всё серьёзно, да, что, да, как же мне откажут, да вообще, как я там человеку там, он занятому сейчас буду там мешать, там, да, то есть мы тогда прям вот даже не пытаемся, потому что мы уже там в голове себе что-то надумали, мне кажется, у нас, девушек, это прям происходит как-то автоматически такой внутренний диалог. Да, да, да. Ещё ничего не случилось, мы уже всё придумали, пережили уже, да, ой, всё, не буду. Да, да, да. Чего подходить, я уже в голове прожил, как это всё произойдёт. А тут она очень круто, она как бы облегчает задачу, присяти к серьёзности вроде как ситуации, и рекомендуется, ну, реально может быть, там, нужна там помощь, там, да, ну, реально проще, когда тебя кто-то с кем-то познакомит, там, да, где-то там, тем более Гилл, человек знающий, там, да, всех и вся, там, на семинаре Тони Робинс, это, наверное, самый правильный человек, кому имеет смысл подходить. Да, 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 да. И она просто реально всё упрощает. Она такая, ла-ла-ла, там, да, я просто представлю, что я как Марио. Марио. Игра, у меня сгорит всего лишь жизнь, но мы все прекрасно знаем, что если у тебя же пульт в руке, давай ты просто пультом управляешь, просто начнёшь, как бы, заново с новой попытки, ничего такого. Она просто, вот, очень круто поставила, что это легко, это игра, это весело, и как-то скоро будет, если у меня, как бы, будет переход на новый уровень. Прикольно, нет, ну, как бы ладно. Прикольно, нет? Я попробую другой обходной путь к другому человеку. Ну, ты знаешь, стучитесь, вам всё равно откроют в любом случае, да, под лежачий камень вода не течёт. В любом случае нужно стучаться, нужно просить, нужно не бояться, и всё обязательно будет. А ещё я хотела, знаешь, что рассказать? Если хочешь чего-то добиться, что-то получить, грубо говоря, хочешь родить ребёнка, но у тебя не получается, помоги другому родить ребёнка. Либо как-то материально помоги, либо усынови ребёнка. Хочешь настроить, устроить свою личную жизнь, помоги другой паре улучшить отношения. Вот посей зерно это называется, и это тоже очень работает. Поэтому помогайте другим в тех сферах, в которых вы сами нуждаетесь в помощи. И вам это вернётся. Это тоже всё законно Вселенной. Нам всё возвращается. И ты знаешь, тоже об этом Тони говорит, я с ним полностью согласна. Мы в этот мир пришли служить друг другу, служить людям. Поэтому очень важно, чтобы деятельность каждого человека, она не была зациклена только сугубо на себя, на своё материальное обогащение, но чтобы она всё-таки была экологичная. Экологичная. То есть я за то, чтобы люди помогали людям. Вот как-то через свою профессию, через свою работу. Может быть, как-то через благотворительность. Помогать. И вот я вижу, те, кто помогают, им это воздаётся, им это возвращается. Ну это да, это очень самая серьёзная тема. Сашенька, спасибо большое, что ты её затрагиваешь. Это ещё Майкл Роуч, который действительно... Да, Майкл Роуч. Феория кармических семян. Я думаю, те, кто захотят эту тему поглубже прям погрузиться. Вот кармический менеджмент, такая очень тоненькая книжечка, но она реально объясняет, вот почему то, о чём сейчас говорит Саша, вообще как бы с одной стороны, где прослеживается логика. Я хочу там, да, например, там, ребёнка там, да, или я там хочу там денег больше. Почему это, как оно связано с тем, чтобы помогать другому там зарабатывать деньги или там другому, другой там девушке, которая поддерживает, чтобы она могла там ребёнка там, да, родить. В общем, это как бы с одной стороны такой посредственной точки зрения. Мы не прослеживаем логику, но как раз эта книжка про кармический менеджмент, она прям очень подробно тоже пишет про четыре шага. То есть вот там очень всё просто. И даже вот я знаю, что очень многие скептики, кто читали, они реально потом такие, ого, интересно. И мне кажется, мы сейчас с вами живём время, такой расцвет осознанности, когда люди действительно интересуются, применяют. Это вообще, конечно, удивительнейшее время. Поэтому кто хочет... Бери и читай, бери и читай, да, всё в доступе, всё в интернете. Не надо даже за это платить, по сути, да, Кать? Да. Удивляешься, почему люди... Мне так часто задают разные вопросы, там, в директ пишут. Я думаю, ну, загуглите. Ну, вот иногда просто удивляешься, насколько люди не хотят эту информацию брать, насколько, я не знаю, это лень или нежелание. Или карма не готова. Или карма не готова, да, новопришедшие души. Нужно пройти через свою боль, видишь, поэтому нельзя никому помогать без запроса. Очень интересно. А вот, ты знаешь, какой интересный вопрос, Сашенька, вижу, вот, мне кажется, очень многие, кажется, тоже отзовутся, прям еще последний такой, знаешь, подданвись. Вот как правильно... У меня есть время, я тут, если надо, могу еще посидеть. Я переживаю, я буду сказать, не переживай. Вот вопрос, как правильно хотеть, как сформировать свои мысли, мечты, потому что, знаешь, я тоже очень многих замечаю, что мы как-то вот с возрастом перестаем хотеть многого. У нас есть такие стандартные желания, там, ну, вот, хочу больше денег, хочу, там, квартиру или, там, дом, хочу, там, машину хорошую, хочу отношений, а потом он такой, что же я еще хочу? И как ты у тебя хотелка твоя заканчивается. Вот как раз-таки, может быть, из твоего опыта, потому что очень интересно, что ты как раз, наверное, из такого олицетворения девушки, которая живет по своим правилам. А хочу, и хочу столько всего, Катя, столько всего. Вообще просто. Какие у тебя рецепты? Ну, во-первых, очень важно свои желания, мечты записывать. Это прям очень важно. То, что очень многие люди перестали, разучились мечтать и желать, это факт. И не делают это они по одной простой причине, они думают, ой, ну, а как же, как же это получится? Да, это не получится. Машина, та, у меня нет на нее денег. Поездка, та, у меня нет на это денег. И то есть люди из-за этого перестают мечтать. На самом деле, задача человека не думать о том, как эта мечта сбудется. Потому что задача, это задача Вселенной. Вселенная находит дорожки, способы, как осуществить мечту. Главное, Вселенной просто заявить о том, что я хочу. Но не просто заявить. Ну, есть определенные, есть определенные техники, опять же, о них рассказывает и Джо Диспенза, о них рассказывает Джо Виталий, тот же фильм «Секрет». Да, все прекрасно, наверное, его смотрели, уже избитый фильм, но если не смотрели, вдруг обязательно смотрите. То есть, очень важно в настоящем времени проговорить, прописать и прочувствовать свою мечту. так, так будто она у тебя уже в руках. Вот это то, что многие не делают, потому что они сразу наперед думают, а как оно сбудется? Как сбудется, думать не надо. Это не ваша задача. Даже если ты сейчас сидишь, у тебя там 100 гривен и, не знаю, 300 рублей и все, и больше ничего нет, ты должна все равно или должен мечтать по максимуму. и возможно, невозможно, а точно вселенная найдет путь, как взять так, чтобы у тебя появились проекты, деньги, ты просто будешь идти по улице, с кем-то познакомишься, тебе что-то предложат или кто-то позвонит, обязательно это произойдет, это работает, но ты четко должна в это верить или должен в это верить. То есть, мечту нужно записать, ее нужно проговаривать и ее нужно вот представлять, визуализировать и чувствовать. И, например, если это материальная мечта, типа там, квартиры, машины, еще каких-то вещей, я вообще рекомендую поехать в салон, сесть за руль этого автомобиля, который ты хочешь, сделать тест-драйв этой машины и прям почувствовать, как эта машина, вот она твоя, ты на ней ездишь, ты чувствуешь запах этой машины, ты четко все это знаешь. Ты же так же с квартирой. Я, например, недавно здесь в Калифорнии смотрела квартиру за 3 миллиона долларов. Вот, Катя, хочу. Ну, честно скажу, у меня нет этих денег, но я такая, нашла брокера, значит, нашла брокера, хеллоу, хеллоу, говорю, мы с мужем, у меня мужа нет, но я говорю, мы с мужем, а сейчас переезжаем, мы смотрим квартиру. Он говорит, какой у вас бюджет? Я говорю, 3 миллиона. Я говорю, значит, хочу такое-то, такое-то. А он оказался такой очень известный, известный в Сан-Диего брокер. и, в общем, он такой, ну, хорошо-ка, я так серьезно оделась, все там, ну, в общем, так серьезно я выглядела. И он мне показывал, вот, квартиры мы ездили, смотрели, квартиры шикарнейшие, по 2,5, по 3 миллиона долларов. Я вот заходила в эти квартиры, и вот все, я вот, вот это моя квартира. И ты знаешь, это обязательно будет, я знаю, я в этом уверена, потому что я об этом мечтаю, я это чувствую, я этого очень хочу. Вот. И это такой мой маленький секрет, если чего-то сильно хочешь, то нужно, нужно уже представлять, как будто оно у тебя есть. Вот. А для тех, кто хочет построить отношения, у меня тоже есть совет, кто сейчас одинок, и кто хочет построить отношения, первый мой совет, это хватит забивать свободное время встречами с подружками и еще как-то. Просто вселенная, она видит, что у вас нет свободного времени на мужчину. Поэтому, что необходимо сделать, это самой проводить время так, как бы хотелось проводить с мужчиной. Например, если ты хочешь, когда у тебя появится мужчина, ходить в кино, значит, начни сейчас ходить в кино одна. Хочешь, чтобы мужчина тебя водил на ужины, ходи сама на ужины. Ну, во-первых, ты, может, реально там познакомишься с кем-то, а во-вторых, ты вселенной покажешь, вот я одна, я свободна, у меня есть время для мужчины. Когда ложишься спать, клади рядом подушку, и вот, как вот представляешь, что вот, вот это его место. А когда утром завтракаешь, ставь две тарелки, две чашки. Вот покажи уже вселенной, что вот, вот оно готово, я его жду. И она обязательно пошлет этого человека. Это все работает, но, конечно, в это нужно верить. А чтобы в это начать верить, это нужно начать пробовать. Поэтому, если вот, я знаю, что много людей скептиков, и, наверное, это и хорошо, потому что, если бы все в это верили, все это делали, все бы были бы миллионерами, суперуспешными, как бы мы жили бы. Вот. Кого бы мы обучали, Кать? Ну, давай, давай серьезно. Вот. Но, я верю, что вот все, кто тут собрались, вот сколько вас тут человек, 211 человек, я верю, что вот вы все прям осознанные, и у вас у всех это сбудется, и будет. И вы все начнете. Я прям хочу зафиксировать, посмотрите, как круто. Можно просто глаза закрыть и представить там, ох, там, вот я тоже знаю, какие-то методики там, представить там, да, ой, какой-то будет запах, как я буду себя чувствовать, как-то будет все происходить. А тут, представьте, Саша, какая она крутая, она реально идет дальше, она просто такая, вот знаешь, you have guts по-английски, да, у тебя реально, смелость, так, приодеться, да, как с тем брокерами. Многие, знаешь, расстыкнут даже на этом этапе, пойти смотреть квартиру, да как я, да кто, господи, у меня в кармане 3 рубля, как я могу к ней так смотреть, я просто там чуть с ума не сойду, а мне кажется, реально, как вселенная нам не дает, потому что, мы просто офигеваем нам, да, эту мечту, мы же просто там, может, с ума сойдем, да, то есть, мы в принципе реально не готовы, а Саша, вот прям, представляете, я вот прям ее вижу, она такая, как бы она одета хорошо, да, ну, какая раньше, денег, она точно прям, я вижу, она реально не сомневается, что у нее это будет, то есть, у вселенной нет шансов, ни единого шанса, чтобы ей это не дать, потому что она себя уже чувствует так, что она заходит, она чувствует, что, ну, как бы, да, это вот, в принципе, мне это подходит, да, я хожу, мне эта кухня подходит, размер тоже мой, она прям ходит, оценивает, она прям уже чувствует, да, она уже на всех, как бы, уровнях закладывает, что это вот ее как раз-таки уровень, да, что просто вот сейчас как-то, каким-то образом это произойдет, это очень-очень круто, поэтому те, кто, возможно, какие-то мечты не сбываете, прям подумайте, возможно, вам именно этого элемента не хватает, что ваш космос аж трясет, что если вдруг это произойдет, нет достаточно этой смелости, прям пойти, встретить свою мечту и прочувствовать ее всеми-всеми там, я не знаю, чакрами, но я хочу сказать, что мне страшно, для меня это тоже выход из зоны комфорта, это не то, что мне так, ай, да пойду, я тоже переживаю, потому что, ну вот этот брокер, он мне начал задавать вопросы, а кто, что, а чем муж занимается, откуда у вас такие деньги, а по каким этот документам, и я тоже такая, ну, мне тоже, тоже получается, но как бы, но я говорю все то, о чем я мечтаю, да, я, у меня неоднократно так было в жизни, у меня неоднократно было в жизни, что я заранее говорила, то есть я там еще, грубо говоря, не работаю на телевидении, но я говорила, я телеведущая, да, я телеведущая, я это видела, я представляла, и потом я становилась телеведущей, да, у меня, у меня с Тони Робинсоном так было, тоже, я очень хотела с ним лично пообщаться, и на Date with Destiny, я так, ну, я с ним пообщаюсь, ну, точно, и мне все, это вообще ненормально, это невозможно, это невозможно, ну, ничего, мы пообщались. Как это произошло? Как это произошло? В общем, последние два дня своего тренинга на Date with Destiny, Катя, я сидела в самом первом ряду. Где классы мы сидят? видите, у Сашенька, вот, 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 просто я... Нормальных людей, как бы они, в принципе, себе представить такое не могут. Как, как еще это может оказаться в первом ряду? То есть, я не знаю, как там отдельно... Заплатив совершенно, грубо говоря, за последние ряды. Да, там такая охрана, там реально, вот они прям, я видела, как выкидывают людей, которые пытаются попасть в первые ряды. Вот, ну, как бы, Саша, понимаете, то есть, у тебя как-то, как она изначально нам сказала, что можно быть в игре, играть по правилам, даже возьмем там этот семинар, можно играть по правилам, да, то есть, все делать как что-то. А можно знакомиться с людьми и просить помощи у них, и говорить о том, о чем, даже не помощи, а просто говорить о своих желаниях. А люди-ангелы. И, в общем, я сидела в первом ряду, и опять-таки, Катя, вот эти же платья, ну, я говорю, я хочу подойти, а мне говорят, нет, нельзя. Я говорю, а кто сказал нельзя? Я подхожу к сцене, перерыв, охранники, Тони Робинса, я ему вот так вот, это, 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 это честная история, и он охранник говорит, и спускается ко мне, и все, мы пообщались. Просто, это очень круто. Мне было очень страшно, девочки, мальчики, мне честно было очень страшно, но я понимала, если я этого не сделаю, я буду жалеть, ну, откажут мне, ну, так и будет. Опять-таки, игра в Марио. И ты знаешь, у меня это, вот, каждые такие, вот, всякие такие вот моменты, они, они мне еще больше дополняют, энергии дают, больше дают уверенности. Вроде как, опа, дан, 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 и нет ничего невозможного, все в голове, все возможно, все возможно. Вот, ну, я на сто процентов в это уверена. И все, кто стали успешными, это, это не потому, что они там чем-то умнее или чем-то красивее. Это люди, которые просто уверены в себе, которые верят в свою мечту и просто идут напролом, вообще не думая о том, кто что скажет, какие там правила. Вот, они просто следуют своей мечте, идут, верят в нее, чувствуют ее. Все. Скажи, пожалуйста, Саша, мы просто затронули тему про Тони Робертс. А вот какую роль в твоем развитии, в твоем становлении, да, вот такую Сашу, которую мы видим сейчас, сыграл Тони Робинс. Ой, Кать, это тоже такая сказочная история. Я, кстати, вот почему я к нему подошла, я хотела ему эту историю рассказать, я ему ее рассказала. А вот в феврале месяце... О чем ты говорила с Тони, я там смотрю уже несколько вопросов. Да, в феврале месяце... Не, ну я не как все, а я люблю тебя. Нет, я подошла и говорю, Тони, ты изменил мою жизнь. В феврале месяце, прошлого года, и это правда, я полетела в Сингапур на твой семинар, и во время медитации третьего дня, медитации о том, какую ты себя видишь, в своем... В общем, там надо себя представить в своем лучшем состоянии, в лучшем месте, вот свою идеальную жизнь. Идеальную жизнь? Я в медитации вижу себя в Сан-Диего, в Калифорнии. Я никогда в жизни не была в Сан-Диего. Я до этого ездила... Вот, крест на пузе. Я до этого ездила в Америку, у меня была американская виза, я ездила в Лос-Анджелесе. Я знала, что возле Лос-Анджелеса есть такой город Сан-Диего. Как я в медитации поняла, что это Сан-Диего, я знала, что там красивый пляж, и что там морские котики. И то есть я вижу себя в медитации в Сан-Диего. Я такая... Не поняла. Значит, прилетаю в Украину, прилетаю в Украину, меня встречает мой молодой человек на то время. Тоже вот, тоже хочу. Вот насколько все не просто так в жизни. Он меня встречает, и мы через два дня с ним ругаемся. Не просто ругаемся, а он мне говорит, мы должны взять тайм-аут. Я... Ах, мы должны взять тайм-аут? Катя, я покупаю билет и лечу в Сан-Диего. Через неделю после Сингапура я прилетаю в Сан-Диего. Ну и, в общем, я в Сан-Диего сейчас живу. Я живу в Сан-Диего, я переехала. Вау! Вау! Я Тони Робинсу рассказала эту историю, это правда. То есть его медитация привела меня туда, куда просилась моя душа. То есть я, когда попала в Сан-Диего, ты знаешь, со мной начали происходить удивительные вещи. Во-первых, я поняла, что я вибрирую с этим городом, вот просто вот мы на одних вибрациях. Я люблю этот город как мужчину. Это очень странно. Меня никто не понимает, но я реально люблю этот город как мужчину. Наверное, подписчики думают, что я с ума сошла, да? О, она, кстати, прибавилась. Но это правда. Сейчас я, правда, нахожусь в Лос-Анджелесе, потому что семинар Тони Робинс в Лос-Анджелесе проходил, но вообще я живу в Сан-Диего. И вообще моя жизнь колоссально изменилась. Я изменила ну всё, страну проживания, да, жизнь полностью, да. Сашенька, просто сейчас остается одна минутка, вот, и прям пролетела на одном дыхании. Я понимаю, что нужно отправлять спать и прям вообще... Скажи, пожалуйста, вот может быть, те, кто пропустил этот эфир наш, да, и вообще всё пропустил, вот какую такую бы главную идею, главную мысль ты хотела бы донести до нас всех, чтобы мы её пронесли через весь день? Ну, я первое хочу сказать. Мечты сбываются. Верьте в свои мечты, и у вас обязательно всё будет. И верьте на максимум. Мечтайте по максимуму. Вот просто повышайте свои стандарты. мечтайте вот просто о королевстве, о короле, о луне, вот на максимум. Вот не бойтесь этих мечт, они сбываются. Любите себя, цените себя и фокусируйтесь только на позитиве. Вот. С благодарностью, с любовью по жизни и с большими мечтами. Так вот, на миллион, на миллиард, на триллиард. Сашенька, тебе спасибо за это вдохновение, за твои истории. Я думаю, даже те, кто когда-то там думал, что что-то невозможно после твоего эфира, реально понял, что вообще. Вот просто смотрим, что делает Сашенька, подписывайтесь на её страничку. Там мы рады иконы, поэтому я уверена, вы тоже увидите, что ваша жизнь тоже станет полна чудес. Сашенька, спасибо тебе огромное за твою... Катя, благодарю тебя тоже. Это был потрясающий эфир. Вот, давайте прям Сашеньке сердечки, чтобы она почувствовала. О, я чувствую, чувствую, чувствую.